добрый день уважаемые садоводы и огородники приветствую вас на канале садовая премудрости и сегодня я хочу подвести итог нынешнего дачного сезона по помидорам какие же помидоры мне не понравились в этом году помидоры которые я больше сажать никогда не буду точно это томаты которые не проявили себя по вкусовым качествам по периоду созревания и по внешнему виду и так рейтинг открывает томат который называется золотой кёнигсберг сибирский сад его выпускает характеризуется очень плотной структурой но почему-то помидоры получились не мясистые и очень пресные на вкус это высокорослые помидоры предназначены они как для открытого грунта также и для теплиц требует постоянного постоянной подкормки то есть по сравнению с остальными томатами я его постоянно кормила на втором месте это сибирский козырь среднеспелый детерминантный крупноплодный вес до 500 граммов как обещает производитель но куст получился очень раскидистый потребовалось мне очень много усилий для того чтобы его подвязать то есть он требует очень тщательной подвязки количество плодов небольшое завязывается завязываются они в начале не сразу плоды имеют пресный вкус аляска многие я думаю высевали затем высаживали этот томат и думаю что многие уверены что это идеальный сорт для выращивания в местности с холодным и коротким летом у нас в республике беларусь такие условия в общем-то существует то есть у нас вегетационный период времени немножечко укорочен это низкорослый всего лишь до полуметра сорт а значит период плодоношения у него не растянут но я в этом году его посеяла посмотреть что же из этого получится он очень быстро отдает созревшие плоды и все куст остается фактически без томатов всего лишь до полутора килограммов с куста и плоды крайне мелкие следующий томат это щелковский очень старый сорт до 40 60 граммов плоды считается экстра ранним сортом как обещает производитель очень устойчив к различным заболеваниям на томатах и высокой урожайностью обладает но этого я не заметила плоды мало того что оказались мелкие их на ветках было совсем мало и кстати фитофтора в общем-то проявилась на этом томате 1 на одном из первых алтайский шедевр это среднеспелый среднерослый высокоурожайный томат до полутора метров и более томаты оказались абсолютно не сладкими да они были крупные но плодов на кусте на совсем мало на ветке по два-три помидора и всего лишь плоды можно снимать только в августе месяце то есть он очень поздно созревает я считаю для томатоводов это очень поздний срок хочется конечно же получать плоды уже в июле месяце следующий томат сенсей это средне ранний сладковатый выпускает тоже сибирский сад высота растения до 100 150 сантиметров тепличных условий но получился томат кислый и у очень сильно плотный и наконец томат о котором очень многие говорят в этом году я его посадила впервые возможно только у меня он получился таким это томат интуиция по сравнению с остальными томатами у этого томата образовалась такая плотная кожица вокруг плодоножки такого ярко-желтого цвета в общем то когда разрезаешь томат половина его выбрасываешь потому что часть его не успела вызреть даже до августа месяца до сорт достаточно урожайный томатов много но вот это единственная его особенность хотя у других томатов такой особенности я не наблюдала вот пожалуй все уважаемые подписчики все те томаты которые я которым я дала характеристику которые сажать я больше никогда не буду вы можете прислушаться можете не прислушаться к моим советом к моим словам возможно эти томаты показали у вас хорошие результаты я просто делюсь своими впечатлениями спасибо огромное за внимание